Восемь вечера в Украине. На Интере время подводить итоги. Сегодняшний день материалов, корреспондентов, подробностей. В студии с вами я, Александр Васильченко. Смотрите в выпуске. Вернулись домой. Украинские моряки, которых полтора года удерживали в Греции, прибыли на родину. С кастрюлями по городу сумские машиностроители устроили голодный митинг. Услышат ли их чиновники? В плену огня. В Великобритании из-за пожара власти экстренно эвакуируют людей. Почему не могут справиться со стихией? Долгожданное возвращение. Шестеро украинских моряков вернулись в Украину из Греции, где их полтора года удерживали на судне РС-397. Обо всех припятиях этой истории мы рассказывали уже несколько раз. И вот, наконец, экипаж на родной земле. В чем их обвинили? И почему следствие греческих правоохранителей было таким долгим? Подробности в материале Богдана Вербицкого. Они ждали этого полтора года. Шесть украинских моряков судна РС-97 наконец вернулись на родину. Рано утром прибыли в Киев, а сейчас уже на пути домой. На судне остался только капитан Михаил Дементьев. По словам заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилевича, он вернется в Украину через несколько дней. Полтора года моряки сидели на корабле, поскольку не имели права выходить за пределы поселка, где и базировало задержанное судно. Греческие власти подозревали украинцев в контрабанде сигарет. Их путешествие началось в Мариуполе. Из порта старенькое судно вышло с пустым трюмом. В Черногории загрузили товар, сигареты. Якобы они направлялись к берегам Ливана. Но по пути сломался двигатель. Сухогруз отбуксировали на Крит, а там у украинских моряков и задержали греческие правоохранители. Много месяцев власти вызывали членов экипажа на допросы. Но предъявлять ничего не предъявили. Да и по документам у моряков все было чисто. Расследование греческих правоохранителей явно затянулось на целых 19 месяцев. И пока следователи копали, экипаж оставался без еды и воды. С пополнением провианта помогали местные жители и волонтеры. А родственники моряков просили местные власти ускорить процесс. Но толку от этого не было. Тогда к делу подключились украинские дипломаты. Проводили встречи с представителями греческого МИДа, министерством юстиции, с генеральным прокурором при Верховном суде. Наши журналисты тоже неоднократно рассказывали об этой проблеме. И этот экипаж не единственный. В Греции долгие месяцы ожидают решения властей экипажа еще двух судов. И там находится почти два десятка украинцев. Богдан Вербицкий, подробности, телеканал Интер. На передовое обострение. Трое наших бойцов погибли сегодня в районе Богдановки. Они попали под обстрел тяжелой артиллерии противника. Кроме того, один из военных ранен в ходе боев возле Водянова. Всего в начале суток боевики открывали огонь уже 12 раз. Одна из горячих точек Авдеевская промзона. На позициях там побывала наш военгор Ирина Баглай. Возле этой остановки на пути в Ясиноватый уже давно не останавливается общественный транспорт. Дорога усеяна осколками. Рядом поворот к Донецкой фильтровальной станции, куда сотрудники проезжают только днем и во время патрулирования миссии ОБСЕ. Это единственные короткие промежутки времени, когда наши пехотинцы могут хоть как-то укрепить свои позиции. Мы мешки наверх выкидывали, получается, пока машины едут, пока выкидаем. Только машины проехали, буквально пару секунд. Сразу не каемся, потому что лупят только так, только высунь голову. Не стесняются, работают днем. А вот работают ПТРД, снайпер работает. Виктор показывает запекшуюся кровь на земле. Тут от пули вражеского снайпера погиб его товарищ. И тем утром дорогу тоже патрулировали наблюдатели ОБСЕ. Но выстрел прозвучал, как только они уехали. Наемник стрелял с территории бывшего рынка «Господарочка». Теперь это основательное укрытие боевиков. Погибшему Руслану Баглыку было 20 лет. Он находился на посту, наблюдал за противником. Прошлым же вечером на этой и соседних позициях нашим солдатам пришлось укрываться уже от более масштабного огня. Боевики фактически прямой наводкой расстреливали их снарядами 23-го калибра. Вчера был выезд техники со стороны ДФС. ЗУ-23 выезжала, ввели провокационный обстрел. Граноземеты работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляют они не с самой территории предприятия, а отъезжая за нее, откровенно прикрываясь Донецкой фильтровальной станцией, как щитом. Владимир как раз заступил на пост и видел все своими глазами. От ДФС они отъезжают на километр и отрабатывают по нашим позициям. Она стреляла с одной точки, потом начала убегать и добилась с другой точки. Против этой тактики российских наемников прятаться за социальными объектами и жилыми домами мирных людей, украинские военные признаются, они бессильны. Сами с ДФС стреляют и опять же отходят. Почему? Потому что делают провокацию на огонь по ДФС. Но мы не стреляем по ДФС. Почему? Потому что если начать стрельбу по ДФС, останутся люди без воды. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. И сегодня в Минске трехсторонная контактная группа договорилась об очередном прекращении огня на Донбассе. Это было главной целью переговоров. Также украинская сторона настаивала на дополнительном мониторинге со стороны специальной миссии ОБСЕ по всей линии фронта. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Алифер рассказала нам детали договоренностей. В связи с началом международной трехсторонней контактной группой за участием представителей ОРДЛО подтверждает полную видимость сторон конфликтов в охотничьем сталом и безстроковом режиме прекращения огня начиная с 1 линия 2018 года за киевским часом. Для того, чтобы этот режим перемирия работал по-справшему необходимому выполнению безопасного блоку миссий угод. Парламентская асоциация Евронест настаивала, чтобы Россия освободила украинского режиссера Олега Сенцова. Соответствующую резолюцию проголосовали на сессии стран Евронест в Брюсселе. В документе парламента Евросоюза Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана требовали от РФ отпустить всех политзаключенных, в том числе и тех, которые находятся в аннексированном Крыму. Дональд Трамп намерен поднять украинский вопрос. Вопрос на саммите НАТО. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, общаясь с украинскими журналистами. Какие именно темы могут обсудить в Брюсселе, политик не уточнил, однако подчеркнул. В США недовольны тем, что Венгрия блокирует политическое сотрудничество Украины с альянсом. Саммит НАТО будет проходить с 11 по 12 июля в Брюсселе. В двух дискуссиях об операции в Афганистане и безопасности на Черном море будет участвовать президент Украины Петр Порошенко. США настаивают на внесении изменений в закон об антикоррупционном суде и считают, что без этого эффективной борьбы с коррупцией не будет. Об этом накануне открытия конференции в Копенгагене заявил зам госсекретаря Джорган Эндрюс, который сейчас в Госдепе курирует украинский вопрос. Он призвал Киеву дать возможность новому суду рассматривать все дела, входящие в его юрисдикцию, поскольку иначе результаты антикоррупционных расследований застрянут в обычных судах, которые себя скомпрометировали. При этом, подчеркнул Эндрюс, в Вашингтоне решили не вступать с Украины в переговоры по этому поводу и предложили правительству обсуждать сроки и условия внесения правок непосредственно СМВ. Штаты убеждены, что если антикоррупционная реформа в Украине окажется неудачной, то и все другие реформы не дадут результатов. Украина при помощи США смогла создать новые структуры, тоже НАБУ и другие. Страна серьезно продвинулась, но так и не достигла, скажем так, критической точки, после которой уже проведенные реформы уже начнут работать в комплексе, без такого специального суда. Все результаты расследований по борьбе с коррупцией просто отправят в старые суды, которые, откровенно говоря, и сами являются коррумпированными. Поэтому мы и говорим, Украина прошла часть пути, но должна закончить этот путь полностью. Уголовно-процессуальные скитания одиозного нардепа Вадима Рабиновича продолжаются. САП разрешили изъять документы, подтверждающие израильское гражданство. Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева 12 июня. Что грозит парламентарию и какие документы попадут в руки прокурорам, наши корреспонденты расскажут. НАБУ и САП в этот раз намерены окончательно выяснить связь между гражданином Украины Вадимом Рабиновичем и гражданином Израиля Давидом Рабиновичем. В прокуратуре подозревают, что это один и тот же человек, а точнее лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. И он должен был внести в декларацию о доходах финансовые обязательства и объекты, зарегистрированные на него как на гражданина Израиля. Расследовать декларирование недостоверной информации и возможное незаконное обогащение Рабиновича НАБУ начало еще в январе. Когда эти дела попадут в суд, лишение украинского гражданства и мандата может стать наименьшей из проблем депутата. Ведь за эти нарушения Рабиновичу светит вполне реальный тюремный срок. К слову, САП уже получила доступ к документам, которые содержат информацию о наличии израильского гражданства. Ранее это подтвердили нардепу Сергею Каплину непосредственно власти Израиля. Благодаря своему израильскому паспорту Рабинович спокойно владеет виллой в пригороде Тель-Авива. Стоимость домов здесь исчисляется десятками миллионов долларов. Именно тут, в заповедной зоне Бейтана Аарон, Рабинович частенько прогуливает заседание парламента. Ведь для него зал под куполом, где он бывает не больше трех дней в месяц. Место, где Рабинович решает свои бизнес-вопросы, а не отстаивает интересы своих избирателей. И неудивительно, что именно Вадим Рабинович регулярно возглавляет рейтинг главных популистов парламента. В Полтаве из зала суда сбежал обвиняемый в бандитизме. Виталий Суржин был организатором банды, в которую входили ранее судимые жители Луганской области. Его задержали в 2016-м. В начале дело слушали в Александрии Кировоградской области. Но из-за угроз суди отказались от рассмотрения. По предварительным данным Суржин вооружен, пистолет ему якобы передала гражданская жена. Она скрылась вместе с ним на автомобиле Ауди, на котором и приехала на слушание. Полицейские открыли огонь по колесам, но задержать беглецов не смогли. В Ривне сегодня избирали меру пресечения для виновника аварии, в которой погибли 4 человека. По версии следствия, это водитель легковика. Его машина вечером 25 июня столкнулась с маршруткой и грузовиком около города Сарны. Что решил суд, расскажут наши корреспонденты. Ривненский городской суд сегодня здесь избирают меру пресечения водителю легковушки. Именно он, по версии следствия, является виновником аварии, в которой погибли 4 человека. Это перекресток на трассе Киев-Ковелевик-1, где и произошло ДТП. Легковушка выезжала на главную дорогу и не пропустила маршрутку. Он для трассы приступился и потом резко начал рухаться. Маршрутка била его. Выкидая маршрутку мне на зустричную, и ударается буст и маршрутка у меня. После столкновения с грузовиком маршрутка перевернулась. Три человека погибли на месте. Еще один скончался в реанимации. Пятеро пострадавших до сих пор в районной больнице. Сам водитель легковушки не пострадал. Экспертиза показала, он был трезв. Это Дмитрий Брыш, житель города Сарны. На заседании по избранию меры пресечения парень просит у родственников прощения. А у суда не отправлять его в СИЗО. Если суд выясняет меня виновным, то я принесу покорение. Когда случился транспортный вода, что я не сбил с места происшествия, помогал бы тягу, я искренне соболезную взял. И прошу суд дать мне помягчающую миру. Подозреваемый из многодетной семьи. Кроме него у родителей еще 10 детей. Ранее судим не был. На суд пришли друзья и родственники. Все отзываются о подозреваемом положительно. У моего сына точно не было никаких плохих намерений. И он ни день не был замечен, залучен. И в его добротное життя. То, что он попал в эту ситуацию, я не могу оправдывать своего сына. Потому что это мое решение следствия и мое решение суд. Следователи и прокурор настаивают только на аресте. Иснуют риски того, что подозреванный Брыж будет перековываться от органов досудового расследования и суду, незаконно впливать на потерпелых и свидетельств. В результате суд поддержал сторону обвинения. Дмитрия Брыжа отправили под стражу на 2 месяца. Без права на внесение залога. За гибель 4-х человек ему грозит 12 лет тюрьмы. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер Ривне. В Сумах голодное шествие устроили машиностроители. С кастрюлями и мисками они прошли от завода до мэрии. Требовали вернуть им задолженность по зарплате. Говорят, не видели ее полгода. По дороге люди скандировали, мы не рабы и верните зарплату. А чтобы чиновники их услышали, стучали по пустым кастрюлям. Возле гороадминистрации участники провели митинг, во время которого приняли обращение к президенту Украины, народным и областным депутатам, местным чиновникам. Перш за все погашение заборгованности заработной платы. По-друге, отставки нашего гендиректора Цимбала. Третя, требуем от влады, чтобы они опрацювали и працювали с акционерами, которым наложить предприятие, и сберегли подальше наше предприятие. Маленькие зарплаты и пенсии – главная проблема, которая волнует украинцев. Об этом они часто жалуются лидеру радикальной партии Олегу Ляшко. Люди говорят, из-за низкого дохода не могут позволить себе купить даже самые необходимые лекарства, заплатить за коммуналку и прокормить собственных детей. Жители города Ватутино в Черкасской области – не исключение. При встрече с ними нардеп заверил, деньги в украинском бюджете для пересчета пенсии есть, поэтому он и дальше будет добиваться повышения социальных выплат. Сегодня есть додатковые надходы до бюджета пенсийного фонда, есть возможность перераховать пенсии. Мы рассчитали, что на уровень цін, на коммуналку, на леки, на хлеб, на продукты харчевания, минимальная пенсия трудовая должна быть хотя бы 3000 грн. И потом далее, зависит от стажа работы, от умов работы, плюс до пенсии, чтобы не было уравниловки. Кто работал, кто не работал, однако получает пенсию. Поэтому мы требуем от влады перерахунку пенсии для колледжей колгоспников, для военнослужащих, для чернобыльцев, для тех, кто честно все жизнь проработал, чтобы они не браковали на копейчану пенсию, как сегодня довели людей. И чем больше пенсия, тем больше возможности пойти в магазин и что-то купить. Молоко по цене воды. В Сумской области селяне возмущены низкими закупочными ценами на молоко. Люди вынуждены отдавать его за бесценок, по 3,50 за литр. Из-за этого они продают коров. Селяне считают, что необходимо вернуть госконтроль за продуктами первой необходимости. Кому обращались с такой просьбой и что услышали в ответ, знают наши корреспонденты. Надежда Васильевна возвращается с пастбища домой. Говорит, любимицу Майю, которая кормит семью 8 лет, скорее всего придется продавать. Корма слишком дорогие. Мне надо самое малое, 240 или вот так тюку. Это получится 6, даже 7 тысяч. Надо еще и буряк, и муку какую-то, или дырч какую-то дать. Женщина не понимает, почему домашнее молоко называют второсортным и принимают за копейки по 3,50 за литр. Молоко, 4,2 жирка, и творог, и сметанка, и сырники, и вареники. Низкими закупочными ценами возмущены и жители села Исмань. Хаи приедут депутаты, и кто там сидит, и попробует ту корову подержать. Многие селяне начали коров продавать. Если раньше держали по 4-5 голов, то теперь едва могут прокормить одну буренку. О своих проблемах рассказывают Юрий Бойко, который приехал к ним на собрание. В частности, о неразберихе в сфере регулирования цен на молоко. Отдайте вы регулирование цен на молоко кабинету министра. А не так, кто захотел, тот свою цену и поставил. В Сумской и Черниговской областях самые низкие закупочные цены. А с 1 июля, по условиям Евросоюза, молоко вообще не должны принимать, если у хозяйки нет доильного аппарата. Однозначно будем требовать восстановления контроля за закупочными ценами. А второе, будем требовать, чтобы был перенесен срок остановки приема молока у домохозяйств до момента, пока люди не получат возможность купить доильные аппараты и выполнить требования, которые заложены в ТУ. Засыпали люди Юрия Бойко и вопросами о субсидиях. По новым правилам помощи от государства могут лишиться 2 миллиона украинцев. Единственный выход, считает лидер оппозиционного блока, снизить тариф. Я понял, что уряд не хватает денег в бюджете, сегодня обрезают субсидии. Это беда, потому что люди не смогут сплачивать такие космические тарифы. Единственный выход в этой ситуации, это то, что я отстывал и отстывал. Это снижение коммунальных тарифов в 2 раза. Не нужно было их поднимать. И нужно сейчас снять эти коммунальные тарифы, чтобы вывольнеть людей, чтобы они смогли сплачивать. Свои предложения о необходимости регулирования закупочных цен на молоко ОППО-блока звучит в парламенте уже на следующей сессионной неделе. Обещают приехать к Верховной Раде и сумские селяне, чтобы рассказать, как непросто им выращивать коров и отдавать молоко за бесценок. Константин Редин, Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Сумская область. Апелляционный суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу Рейдерского захвата предприятия по переработке сои Каховка Протеин Агра. Спор вокруг права собственности на завод длится уже полгода. Что же сегодня помешало суду провести слушание, расскажут наши корреспонденты. Сегодня апелляционный суд Киева должен был приступить к рассмотрению сразу трех апелляций. Две из них от прокуратуры, следователь которой незаконно передал в пользование имущество предприятия Каховка Протеин Агра, обанкротившейся еще в 2011 году компанией Пром Агра. Ее представители также подали апелляцию. Тандем представителей ГПУ и предприятия захватчика пытается оспорить решение хозсуда, который признал действие по лишению прав собственности Каховка Протеин Агра незаконным. Третий день подряд коллегия не может получить в аппарате суда протокол электронной регистрации этих апелляций. Их наличие обязательно. Поэтому представителю пострадавшей стороны не осталось ничего другого, как заявить об отводе судьи. Прокурор и адвокаты Пром Агра выступили против такого отвода. В итоге отвод не был поддержан, но и рассматривать апелляции не стали по вине самих же заявителей. Представители компании-захватчика решили подать новое ходатайство, в очередной раз затягивая заседание. Уже в шестой раз суд отложил слушание по делу. Тем временем сотрудники законного собственника Протеин Агра наконец смогли попасть на территорию предприятия. Впервые за полгода. В сопровождении исполнительной службы и при поддержке общественников. Они выгнали тетушек, нанятых захватчиками. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Выездное заседание парламентского комитета по вопросам соцполитики состоялось в Киевской области. В Переяслав-Хмельницкий приехали исполняющие обязанности главы комитета Сергей Каплин и нардепа Топоблока Наталья Королевская. Где побывали и о каких проблемах им рассказывали об этом в нашем материале. Это городская больница Переяслава-Хмельницкого. Она в этом городе центральная. Вы декларацию еще не подписывали. Есть тревоги, что ни в коем случае нельзя нам сегодня сокращать педиатрию. И детям как минимум до трех лет, наверное, нужно сохранить, чтобы был профессиональный подход. Нардепы отметили, что приехали в Хмельницкий не инспектировать. Наоборот, выслушать предложения и даже критику. Чтобы адаптировать реформы под социальные стандарты. После таких заявлений медики признались. Медреформой откровенно недовольны. Претензии есть и к системе, и к оплате. Не нужно спешить с медической реформой. Нужно сегодня выяснить с начала статус, который будет иметь лекарня. Сегодня ставка сантехника иногда бывает выше от початковца лекаря. После услышанного нардепы направились в управление соцзащиты. Там говорили о субсидиях. Именно этой темой обеспокоены многие украинцы. Все вопросы идут по субсидии. Сейчас много переоформляют документы. Ну, много таких ситуаций, что, как говорят, люди стыкаются так, что не можно их вырешить. В области более 30% тех, кто получает субсидии, могут утратить право на льготы. Это примерно 70 тысяч человек. В этом, говорят чиновники, виноваты несовершенное законодательство. Сама же служба со своими задачами справляется. Люди не стоят в величезных чергах. Первое, мы работаем на выпоряжении в сельских громадах. Нардепы посетили и пенсионный фонд. Его глава рассказал, что всего в Переяслав-Хмельницком районе 35 тысяч пенсионеров. Кроме них, на учете 13 тысяч переселенцев. И это не считает чернобыльцев и военных. Ни в пенсионном фонде, ни в соцслужбе сотрудников не хватает. Главная мета, которая была поставлена пенсионным фондом в области, когда мы сделали реформование наших структурных подразделей, чтобы все реформы не нашкодили людям. Из-за низкой зарплаты соцработники уезжают за границу, признаются местные. Исправить ситуацию должны парламентарии, уверен и у главы комитета по вопросам соцполитики. Сергей Каплин заявил, что социальная и медицинская реформы – приоритетные вопросы на сегодня. Я ставлю двойку сегодня, супрун, за проведение медической реформы. Мы получили просто эксперимент. Эксперимент, который уже на старте провалился. И от которого будут страждаться много людей. И я еще раз наголошу, наш комитет берет под контроль все социальные аспекты этой реформы. Мы проведем на наступном тижне спольное заседание Комитета с вопросом охраны здоровья и нашего социального комитета. Результатом сегодня выездного заседания будет подготовлен проект постановления, он будет зарегистрирован в парламенте, будет состоять из трех блоков. Это субсидии, это медицинская реформа и общественный сектор. Наша задача сегодня защитить социальную сферу страны. Документ будет направлен на рассмотрение в Раду уже в ближайшее время. Кроме того, оппозиционный блок инициировал представление о признании медреформы неконституционной. Политики планируют подобные выездные заседания проводить систематически. В таком формате посетят и другие области. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер. Правительство Украины инициирует создание рабочей группы по внедрению в стране новых реформ. Об этом в Копенгагене заявил украинский премьер. Там проходит вторая конференция по социальным и экономическим вопросам Украины. Владимир Гройсман отметил, что на сегодняшний день в стране успешно реализованы несколько реформ. Мы начали запровадживать корпоративное управление в государственном секторе. С 1 июля в Украине прекратят выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить продолжат только 10 и 50 копеек. Это существенно изменит принцип формирования цен при расчете наличными. Если разменных монет не будет, суммы в чеках начнут округлять. Сумма до 4 копеек округлится в сторону уменьшения, а от 5 в сторону увеличения. Какова цена таких нововведений и как теперь будут формировать цены на продукты и услуги, сейчас разбираются наши журналисты. В скором времени мы расскажем обо всех плюсах и минусах новой системы. Кадровое разочарование. Дональд Трамп практически отстранил министра обороны страны Джеймса Мэттиса от принятия ключевых решений, выяснила американская пресса. Почему руководитель Пентагона вдруг впал в немилость, разбирался Дмитрий Анопченко. С этой новости американская телекомпания NBC начала свой информационный выпуск. Сообщив, получили эксклюзивную информацию одного из самых влиятельных американских чиновников, генерала Мэттиса, Белый дом практически отодвинул. По информации источников NBC, президент Трамп вывел генерала Мэттиса из круга лиц, которые принимают основные политические решения. Причем даже по тем вопросам, которые напрямую входят в его компетенцию. И в Белом доме, и в Минобороны телеканалу неофициально сказали, мол, такого в современной истории страны еще не было, чтобы глава военного ведомства о важнейших событиях узнавал из теленовостей. Но сейчас это реальность. К примеру, Мэттис был не в курсе решения Трампа по иранской ядерной сделке. То, что Штаты откажутся от плана Обамы по Ирану, генерал случайно услышал от коллеги и в рассеренности пытался дозвониться президенту, чтобы узнать хоть какие-то подробности. Мы не будем проводить учения до тех пор, пока можем доверять этим переговорам. О решении Трампа остановить масштабные военные маневры у берегов Северной Кореи министр тоже узнал позже всех, когда глава государства уже дал такое обещание Киму и растрезвонил о нем в прямом эфире. Последней каплей стало вот это заявление президента о намерении создать космические войска. Это будет нечто, что-то настолько важное. Мэттис был откровенно против, но его поставили перед фактом, даже не посоветовавшись. О приказе главнокомандующего в Пентагоне снова услышали по телевизору. Самое удивительное, что Мэттис вовсе не в опале, как могло бы показаться. Это стиль Трампа. Как только появляется новый любимчик, президент прислушивается только к нему. Пояснили мне журналисты, входящие в пресс-пул Белого дома и знающие о происходящем изнутри. Сейчас у главы государства в фаворе гостекретарь Помпео и новый советник по нацбезопасности Болтон. У них прямой доступ к главе государства. Они причастны к принятию всех решений. Их советы для первого лица важны. А вот о Мэттисе, которому он раньше так восторгался, президент, не желая обидеть, просто забыл. Возможно, на время. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Речи предоставления Томаса об автокефалии украинской церкви пока не идет. Об этом после встречи со вселенским патриархом Варфоломием заявил блаженнейший митрополит Ануфрий. По его словам, константинопольский патриархат опроверг информацию о том, что предоставление автокефалии произойдет в ближайшее время. При этом вопрос будет изучаться. Вот что о встрече церковных иерархов рассказал архиепископ Нежинский и Прилуцкий Клемент. Даже с некоторыми политиками про то, что уже написаны какие-то Томасы, уже вырешены остаточные какие-то вопросы. Эта информация не подтвердилась. Оппозиционный блок считает инициативой некоторых политиков о предоставлении автокефалии вмешательством государства в дела церковные и попыткой расколоть общество. Никогда государство не должно вмешиваться в дело церкви. Как только оно вмешивалось, возникал межконфессионный конфликт, возникала война, кровь и страдания. Церковь должна сама определиться со своим статусом. И это была наша позиция, когда пытались протащить и протащили через парламент обращение о том, чтобы государство вмешивалось в дела церкви. Мы считаем, что сегодняшняя канонистская церковь, она абсолютно патриотична. И любое вмешательство в их дела, это сегодня очередной нарыв, очередной раскол в обществе. Нарисуй жизнь. Акцию под таким названием провели в Запорожье. Активисты вышли на улицу города, чтобы убрать рекламу наркотиков со стен домов. Таких надписей с интернет-адресами, по которым свободно можно купить запрещенное зелье, в городе сотни. Вооружившись баллончиками с краской, граффити зарисовали. Подобную акцию провели и в Черновцах. Там общественники решили спрятать надпись под картинами. Часто запрещенную рекламу распространители наркотиков оставляют не только на домах, но и в фасадах магазинов. В Запорожье бороться с этим обязали владельцев торговых точек. Если не примут меры, бизнесменов могут оштрафовать на полторы тысячи гривен за нарушение правил благоустройства. И, кстати, в настоящее время я вижу все больше и больше таких надписей закрашены. То есть люди, может, сами сознательность проявляют, сами их закрашивают. В Днепре открыли первый в Украине инклюзивный парк для особенных детей. Проект запустила Днепровская облгосадминистрация и благотворительный фонд Марины Порошенко. На специальной площадке расположены первые элементы с пандусами и без острых углов. Играть ребята будут на экологически чистом мягком покрытии, которое не скользит. Также для детей с нарушением зрения в парке есть таблички со шрифтом Брайля. Позже Марина Порошенко презентовала проект группового дома для детей и сирот. Главная цель такого проекта – создать домашнюю атмосферу для ребят, которые будут там жить. Дети будут находиться в таких будинках в условиях, приближенных до семейных. Уже этого года на территории Днепропетровской области тут будет побудовано шесть осель. Также эту инициативу уже поддержали семь регионов Украины. Польский Сейм внес изменения в скандальный закон об институте национальной памяти. В частности, депутаты отменили уголовную ответственность за заявление о причастности поляков к Холокосту. В то же время, так называемую антибандеровскую статью оставили. Напомню, закон об институте нацпамяти вступил в силу 1 марта. Польские органы правосудия могут привлекать к уголовной ответственности те, кто отрицает преступления украинских националистов против граждан Польши. За это может грозить до трех лет тюрьмы. Большой пожар в Великобритании. Под Манчестером горят вересковые поля. Пожарные не могут потушить пламя вот уже четвертый день. Ситуация только ухудшается. Из опасной зоны эвакуируют людей. Почему не удается справиться с огнем, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. И днем, и ночью пожарные пытаются усмирить пламя. Еще с воскресенья огонь распространяется по полям возле Манчестера. Это третий город в Великобритании по количеству жителей. Такого стихийного бедствия местные жители не помнят. До сих пор неизвестно, что послужило причиной этого масштабного пожара. Мы никогда не видели ничего подобного. Вчера нас настигло пламя высотой в метр и даже больше. Мы едва избежали его, уже чувствовали огонь за спиной. Пока эвакуировали жителей полсотни домов. В центре пожара оказался поселок Карбрук. Пламя подбирается к городу Стейлибридж, а там уже недалеко и до самого Манчестера. Школы в опасной зоне сегодня закрыты. А жителям соседних сел и городов посоветовали не выходить на улицу, не открывать окна и двери, чтобы не отравиться продуктами горения. Столб огня возник буквально ниоткуда, за рядом наших домов. Мы сразу позвонили в службу по чрезвычайным ситуациям. И нам пришлось бежать, потому что дышать было просто невозможно. Дым буквально выедал глаза. Пожар низовой. Горит трава на полях и болотах. Но столбы пламени достигают человеческого роста, а пепел разносится на километры вокруг. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер. К тому же он часто меняет направление. Как только становят пламя с одной стороны, оно движется в другую. Уже выгорело 800 гектаров земли. Не способствует тушению температура воздуха. Эта неделя самая жаркая в стране в этом году. Пока пожарные справляются своими силами, но британскую армию уже предупредили. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. И тогда без помощи военных не обойтись. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Почему в ресторанах Токио больше не удастся покурить? От кого французские мясники просят защиты? И как Диего Марадона затмил мать в своей сборной? Об этом и не только в нашем обзоре. В преддверии летней Олимпиады 2020 власти Токио приняли жесткие законы по запрету курения в общественных местах. Если раньше в японской столице можно было подыметь в любом баре или ресторане, теперь за это штраф до 500 долларов. Для любителей табака будут отведены специальные зоны. Курить также нельзя на территории школ, детских садов и больниц. Защитите нас от веганов, просят у властей французские мясники. К правительству обратились с открытым письмом. Призывают спасти традиционную кухню и угомонить агрессивных веганов. Ведь они громят мясные лавки, рисуют на витринах граффити и обливают окна искусственной кровью. Цукерберга в отставку. Инвесторы, которые вложили в акции Фейсбук около 3 миллиардов долларов, недовольны методами управления главы компании. В частности, возмущены скандалами, связанными с утечками данных, в которых Фейсбук фигурировал на протяжении последних нескольких месяцев. В прошлом году некоторые акционеры уже требовали замены Марка Цукерберга, однако их не поддержали. Детектив, супергерой, а теперь еще и инициатор Брексита. Британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме, которая рассказывает о выходе Великобритании из Европейского Союза. Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса, одного из вдохновителей Брексита. Для съемок ему даже пришлось измениться до неузнаваемости. Первые кадры из картины опубликовал британский Channel 4. Брэд Питт называет свою бывшую супругу Анжелину Джоли лицемеркой. Такую информацию выведали американские СМИ у друзей актера. Питт также уверен, благотворительностью Джоли занимается исключительно ради пиара. Например, в Ирак поехала, чтобы восстановить репутацию после того, как проиграла бывшему мужу дело об опеке над детьми. Преступления, которого не было. В аэропорту Нью-Йорка пилот по ошибке послал диспетчерам сообщение, что его самолет захватили террористы. Когда в аэропорт прибыли десятки машин полиции и ФБР, а всех пассажиров обыскали, оказалось, что виной всему поломка в системе радиосвязи. По словам пассажиров, это было самое ужасное приключение в их жизни. Главный болельщик Аргентины Диего Марадона своим поведением на трибунах затмил игру Альбиселесте против Нигерии. Легенда аргентинского футбола танцевал и самоотверженно праздновал гол Лионеля Месси, а потом и победу сборной неприличными жестами. Оторвался так, что после матча Марадоне понадобилась помощь врачей. Он чуть не упал в обморок. Позже сообщил, чувствует себя хорошо. Рейтинг самых недовольных и самых счастливых туристов опубликовал один из сервисов для путешественников. Основывались на отзывах о гостиницах по всему миру. Самыми капризными оказались испанцы и ирландцы. Далее по списку представители Исландии, Италии и Болгарии. Наиболее довольны своими поездками туристы из Сербии. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности у ЕАИ. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин